И всем привет, ребят, с вами Старваник, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен замечательной игровой тематике. Сегодня будет у нас обзор на одну очень интересную пушку с интересным устройством. Под двумя-тремя последними игровыми видосами я замечал комментарии с данной пушкой и этим устройством. Поэтому сегодня попробуем затестировать всё это дело. Это твинц с тяжёлым плазмомётом. Очень интересное, не дефолтное устройство, которое когда-то я тестировал. Но это было, наверное, где-то года два, может даже больше назад. Больше к нему я, к сожалению или к счастью, не возвращался. И сегодня, я думаю, что настал тот самый момент, когда мы можем его потестировать. Устройство интересное тем, что вылетает довольно приличный хороший урон с каждого твинца. Но при этом сами твинсинки летят довольно-таки медленно. Но если играть на ближней дистанции, то это может очень эффективно и качественно работать. Сегодня попробуем всё это дело потестировать на рейсе. Что касаемо режимов, то я выберу ЦП. И с второго, я думаю, что можно было бы попробовать реализовать всё это дело в Ассаде. То есть, наша задача максимально близко сближаться с оппонентом. И за счёт этого пытаться как можно больше надамаживать. Что касаемо устройств. Так, это я уже всё выбрал. Что касаемо дрона, я думаю, что защитник устройств на АРС у нас пока что стоит иммунитет от Эмми. Если что, может быть, потом поменяем на иммунитет от пробития. Ну и тяжёлый плазмомётик у нас на АРСе имеется. Интересно было бы, конечно же, всё это дело реализовать на Крусейдере. Но, к сожалению, у меня Крусейда до сих пор нету фулл прокачанного. Если бы он был бы, то я думаю, что можно было бы на нём тоже всё это дело попробовать потестировать. Ну и, конечно же, друзья, забыл совсем сказать. Если вам нравятся игровые видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком. Как только у нас уверенная 200-очка наберётся. Мы будем записывать следующий видеоролик, посвящённый данной тематике. Поэтому обязательно лайкозавры прожимайте. Ну что, начинаем дамажить. Начинаем вкидывать урон по 280 шарика без ДДшки. Очень неплохо по ДАшному танку. И я, честно говоря, помню точно, что раньше эти шарики летели значительно медленнее, нежели они летят сейчас. Конечно, у каждого шарика есть дополнительный ещё сплэш урон, которым лучше бы по себе, конечно, не дамажить. Но и видите, на какое расстояние вообще всё это дело работает. Не совсем уж далеко можно зацеплять противник. Поэтому посмотрим, что у нас получится здесь реализовать. По противнику всё довольно-таки неплохо. Надо просто пушить и стараться как можно больше дэмэджа вкидывать. По 335 за шарик урона. Это очень не кисленько. Ну и что касаемо карт, то здесь я бы всё-таки, конечно же, отдавал предпочтение каким-то маленьким картам. И если условно нам дропнет... Да можем даже вторую катку тоже в ЦП сыграть, не пойти в осаду. Если нам дропнет условный песок, то я думаю, что на нём можно будет очень жёстко понакидывать. И, к слову, вот эти вот корпуса, которые летают, на них, мне кажется, что этот твинс максимально качественно можно реализовать. На обычных корпусах как-то, ну, не очень с ним почему-то играется. Мне как-то не особо вся эта идея на обычных корпусах нравится. А вот именно на летающем корпусе вы видите, сколько можно надамаживать. Вот ещё и Артурчик-маргаранчик, наш дружочек, против тоже играет. Ну и, как я уже сказал, на Крусейдере всё-таки смотрелось бы, мне кажется, поинтересней и поэффективней вся эта темочка. И, что касаемо самого твинса, то скорость полёта выстрелов тоже апнули. И если раньше она была довольно-таки медленной, эти самые шарики, которые летят, были такие большие прям. Да, и за счёт этого я думаю, что вот и фиксилась их скорость. То сейчас я бы сказал, что просто дистанция полёта шариков небольшая. А вот что касаемо скорости, то они очень быстро летят по оппоненту. Я, честно говоря, даже этого не знал. Поэтому, возможно, у нас получится и хорошее количество киллов тоже в катках здесь подавать. Пока что у нас 4 минуты до конца и целых 12 киллов уже есть на той карте, на которой, по сути, ну не совсем удобно, наверное, таки играть с таким устройством и с таким большим толстеньким корпусом. Ну, пока идём довольно-таки неплохо. Но, правда, только проигрываем практически в ноль боёчек. Но давайте будем стараться. Стараться и выигрывать, и стараться уничтожать как можно больше оппонента. Наши тиммейты забирают там боковую, поэтому я могу здесь в центре-ка покидать. И какой большой сплэш-урон летит. Вот это, конечно, бомбочка. Очень неплохо. Ещё дополнительный дэмэдж. Вкидываем. Есть ещё у меня овердрайв. По вот этому молодому человеку, конечно, попасть очень тяжело. Там ещё локсерва произошёл. Давайте тиммейта хильнём. Может ещё там... О, по витингу тоже зацепило. Неплохо. Накидочку дополнительную вкидываем. И, что касаемо дрона, почему я отдал своё предпочтение защитнику, а не бустеру. Всё очень просто. Если вы будете долго жить, то, соответственно, и дэмэджа сможете вкинуть здесь больше. А, что касаемо тяжёлого корпуса, то по вам будет при любом раскладе кидать как можно больше урона. И здесь сама дэшка с бустером, ну, не даст вам особо никакого преимущества. Если, например, на молоте можно или там на рельсе, или на какой-то другой сплэш-пушке по типу там Гаусса, можно в один тайминг кинуть большое количество урона, то здесь на твинсе вы этого не сможете сделать, да. И даже если вы просто будете думать о том, что у вас есть как бы идея постоянной дэшки дополнительной, то даже это, как по мне, в совокупности не будет давать того, что может вам дать защитник, да. Эта постоянная броня, как по мне, будет смотреться намного эффективней и лучше. 20 киллов! 20 киллов! За 2 минуты до конца! 21 на 3! Офигеть! Вот это я даже и не видел, сколько уже у нас залетело. Дэмэджа тарелка, конечно, летает теперь не так эффективно и не так круто, из-за того, что занерфили. Но, ладно, не будем на этом как-то акцентировать свое внимание. Давайте пробовать забирать точечку вражескую, нашей централочку под контроль дали. И теперь можем попробовать здесь слева остаться. Да, если тиммейты, конечно, не потеряют центр, а центр у нас уходит. Артурчик Маргаранчик нагибает. Солярочку завозит. Попробуем покидать! Ой-ой-ой-ой, хороший, хороший дэмэдж вкидывается. Отлично! И у Артурчика Маргаранчика еще 0 хп осталось. 23 килла минуты до конца. Мне нравится результат. Мне нравится количество киллов, которое у меня получилось дать. Ну и если сейчас еще выиграем, будет вообще круто. Так, ДДшечка появляется, сразу прожимаем фулл расходку и сразу прожимаем здесь шарик. Так, даем на дистанцию, работаем с ним вместе. Забираем точку, наши тиммейты забирают централочку. Так, я тут от шара немножко пострадал. Так, и надо было, наверное... Ладно, центр будет под контролем нашим, точно. Пробуем все равно выдвинуться вперед, сыграть более агрессивно. Здесь вроде респов нету. И попробуем сейчас накидать еще дэмэджи дополнительно. Хотя бы слить вот эту Хантеру Жигу, было бы уже неплохо. Так, и теперь по Хопперу Гауссу еще накидать. Ой-ой-ой, как много Артурчику Маргаранчику еще чуть-чуть накидать. Хорошо будет! 14 секунд, а мы точку центральную потеряли. 26 киллов. 26 на 5 счет на Ареса Титане. С тяжелым плазмометом. Офигенный результат, мне реально понравилось. Но, к сожалению, только проиграли. Проиграли. 26 на 5, пятерочка УП. И это тысячи, полторы тысячи кристаллов. При том, что мы проиграли и у нас нет повышенных фондов. Да, то есть дополнительных повышенных фондов нету. Очень неплохой результат. Пикаем еще одну ЦПшечку. И надеемся на то, что нам дропнет какая-нибудь маленькая каточка. Как я уже сказал, песочек. Сандальчик, может, какой-нибудь. Было бы очень круто увидеть. О! Неплохо! Ред Алерт. 6 на 6. Довольно неплохо. Будем стараться сейчас поджимать на базу противника. И там вкидывать как можно больше даймаджа. Надеюсь, что будет все это дело работать. Ну и, конечно, стараться выигрывать бой. Это самое главное. Так, подрывнички появляются у нас против. Здесь, конечно, надо тоже быть более аккуратными теперь. Ну и пытаемся вкидывать. Вкидываем дэмидж. Дэмидж. Дэмидж, 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 дэмидж. Давай, 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 давай. Работаем, работаем. Работаем на дамажечку. Оп, два молодых человека респонулось. Давайте им тоже накидаем. Ой, опять подрывничок. Давайте еще вот этого. Паречка зацепим. 4-0. Опа, еще один есть пассажир стоит АФК. Давай, давай, сюда. Сюда тоже его. Сюда его. Еще подрывничка. Давай сюда. Хорошо будет. Отлично. Так, там никого на радаре не вижу. Вот здесь мамонт респонулся. Попробуем сейчас по мамонту покидать. Он еще жесткий. С бустером накинул мне. 6-1. За минуту 20. Неплохо. Неплохо работаем. Работаем дальше. Работаем. Пытаемся вкидывать. Но здесь досрочка попахивает. Что-то как-то противника пока что особо не видно. Пока что он как-то... Ну, не сказать, что здесь сопротивляется, что-то делает. Поэтому, может быть, получится спокойно сейчас переиграть и закончить все это дело с довольно быстрой и простой досрочечкой. Ну, если она не будет, то, в принципе, было бы даже лучше. Может быть, можно было бы такую же самую двадцаточку какую-нибудь уверенную колотнуть и уже точностью сказать, что эта комбиночка того стоит. Я, конечно, думаю, что на Аресе можно поискать... Ну, даже не поискать. Я знаю, что есть получше пушки, с которыми можно тоже реализовывать. Но вот что касаемо твинса с плазмометом, я думаю, что вот эту комбиночку... Ну, можно разыграть на викинге, но с викингом я не думаю, что она будет прям очень интересно показывать. Вот с Аресом она показывает себя максимально качественно. И... Ну, как вы видите, прибыльно. Прибыльно по очкам, прибыльно по киллам, прибыльно по самой комбинации как бы в целом. И за счет этого, я думаю, что и такие моментики... Ну, с Круссайдером, как я уже сказал, да, было бы еще интересней. Ну, и даже без него можно реализовывать и стараться... Стараться забирать не только первые места, но и давать какие-то безумные, большие, хорошие количество киллов. В боях, да. Все это дело работает. 3.30. Каточка закончилась. Это 12 на 1. Это очередной, очень хорош, эффективный боечек. Ну, и я думаю, что этим боем и предыдущим уже и так все понятно. Дополнительный бой, ну, играть, наверное, уже не стоит. Там будет довольно длительный у нас видеоролик. Поэтому, друзья, тестируйте. Смотрите, комбинация сейчас имеет огромный интерес у многих игроков. Потому что я, к слову, этот тяжелый плазмомет тоже видел. Ну, его плюс ко всему, как я уже сказал, апнули. И если вы являетесь тем самым любителем поиграть, например, на Аресике, на Твинсе, то вот вам одна из интересных комбинаций, которую можно реализовать в матчмейкинге. Поэтому поддерживайте видеоролик лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали вдруг. Ну, и двухсоточку набираем. Выходит следующий игрового формата видос. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!